Особое мнение на 101FM Но начнем мы, конечно же, со вчерашнего дня 9 сентября, единый день голосования в России По всей стране выбирали и довыбирали Еще много чего происходило Были митинги против пенсионной реформы Были спортивные мероприятия В Кирове, например, прошел марафон Вятские холмы Вечером я наблюдала танцы на театральной площади Для тех, кому за Тоже достаточно много народу привлекло это мероприятие Для тебя этот день прошел под каким знаком? Меня выдался, к сожалению, только один выходной день В воскресенье И мне пришлось его посвятить даче То есть нужно было сделать определенное телодвижение И, соответственно, еще сходил в лес, пособирал грибы То есть грибы есть, но мало А по твоему участку выборы проходили? Насколько я понимаю, нет Потому что никакой агитационной информации Я не видел ни у себя в ящике, ни где-то у подъезда И как-то эти выборы прошли мимо меня Но в то же время я хочу сказать, что на данном этапе Выборы именно в городскую дому и в ЗАГС Практически неинтересны Но, во-первых, нет какой-то состязательности Нет какой-то игры Непонятно, что выбирать и с кого выбирать И, во-вторых, хотелось бы сказать, что в последнее время Эти органы, так скажем, себя довольно сильно дискредитировали Это почему это? Совсем не видно их работы Непонятно, кто эти люди там работают И основная мотивация, зачем они пришли У меня довольно много знакомых, в том числе и в городской думе И кого-то просто попросили Кто-то пришел ради каких-то бизнес-интересов Кто-то просто ради любопытства Есть, по большому счету, и такие, и такие люди И, соответственно, совершенно не видно их заботы Так скажем, о нас, о горожанах Не ощущается Ты из личного опыта это говоришь? Да, это мое чистое мнение Что есть некий такой, условно говоря, орган Государственной думы Какие она задачи выполняет Как она улучшает нашу среду обитания Как она улучшает жизнь горожан Совершенно непонятно Тем более, это же история с Парком Победы Нажумевшая Где решение принимали в свое время депутаты По крайней мере, они должны были знать И они должны понимать Они принимали решение Всю же эта сделка вызывала очень много вопросов Сомнений, что был хороший актив И он ушел за какие-то смешные деньги Похоже, что именно этот прецедент Именно этот случай Таким тяжелым пятном ложится На Гордуму Что ее может реабилитировать На твой взгляд Как минимум, городская дума На самом деле Должна показать своими действиями Что они способны улучшить Каким-то образом Жизнь горожан Наших городов Как они должны показать своими действиями Ведь постоянно идет работа Городской думы Собираются комитеты Собираются Раз в месяц Они все вместе Принимают необходимые Важные решения Текущие решают проблемы Пожалуйста Заседания очень часто открыты Можно прийти и посмотреть Что они делают Или тебе не хватает Какой-то другой информационной работы Чтобы ты понимал Чем занимаются депутаты Во-первых Не так хорошо Отражаются В средствах массовой информации Результаты деятельности То есть Непонятно Какие они вопросы обсуждают Насколько эти вопросы Правильно поставлены И правильно Так либо иначе решились И Мне бы хотелось Чтобы городская дума Все же Занималась Не только какими-то Такими Но текущими Формальными решениями А в том числе Какими-то И долгосрочными задачами Опять же Если возвращаясь К идее Празднования Юбилея Города Вятки Уже не к идее Уже к задаче Ну к задаче К задаче Но получается так Что я По крайней мере Со стороны городской думы Не видел Никакой Никакой Активности Чтобы допустим Городская дума Вышла с какими-то Инициативами И поставила Какие-то определенные Задачи Перед Исполнительной властью Перед Условно говоря Давай вернемся мы еще К этим задачам К юбилею города И поговорим все-таки Еще о выборах Потому что Если речь зашла О городской думе То два Депутата определены Это Павел Валенчук Насколько я помню Ему 22 года Молодой человек До этих выборов Нигде и никак Себя не проявлявших Точно в СМИ Его точно 100% не было Может быть ты с ним встречался Где-то Может быть в спортзале Он выкладывает ролики Спортзала Может быть там еще где-то Он поет хорошо Говорят Просто ни о какой другой Деятельности Мы не знаем его И второй человек Который победил В этих до выборах Городскую думу Это Михаил Ковязин Человек который Представляет Справедливую Россию Я его узнала здесь У нас было на интервью Более-менее Как-то стало понятно Чем этот человек занимается Хоть одна из этих персон Тебя заинтересовала? Ну к сожалению Я наверное не готов Обсуждать некие персонали Потому что так либо иначе Я работаю Господин Валенчук Ну как же его не обсуждать? Ну тут понимаю Что-то условно говоря Некая профессиональная этика Некая профессиональная этика Я не готов говорить О ком-то либо хорошо Либо плохо Потому что С моей точки зрения Неправильно Потому что Я их знаю Я со многими с ними Как бы работаю Там косвенно Или там напрямую То есть так либо иначе Город маленький Мне приходится По бизнесу С кем-то с ними Сталкиваться И тут получается Некая такая Профессиональная этика То есть я не готов Я готов обсуждать Как городскую дому В общем Как бы Валенчука обсуждать А каких-то конкретных персоналев Я обсуждать К сожалению не готов Мы же не обсуждаем Валенчука старшего Например Мы обсуждаем Молодого человека 22 года Как ты думаешь Он сможет на этом посту Вот как ты говоришь Инициативно Проявить себя Как депутат Давайте не будем гадать Все же Свет Посмотрим Какие будут результаты Окей Нет так нет Это Константин Кропанев Исполнительный директор Компании АЖ Я так понимаю Именно в связи с этой деятельностью Ты не можешь обсуждать Валенчука Уж не знаю Что там с Ковязином Вас связывает Ну хорошо Кроме того Что были довыборы В нашем регионе Которые действительно Вызвали Не очень высокий интерес Тоджи Павел Валенчук Прошел в городскую думу Благодаря тому Что 518 человек За него отдали голоса Всего 518 По большому округу Были митинги Против пенсионной реформы Понимаю Что ты вчера был на даче И видимо В прямые включения В трансляции не смотрел Я их конечно же смотрела И из Москвы И из Петербурга И из других городов Где проходили эти митинги Но нас кстати говоря Должны были митинговать коммунисты Но никого не задерживали Поэтому Каких-то таких Новостей не было Вечером возможно Когда ты пришел домой Ты посмотрел Что творилось в России Вечером я не успел посмотреть Но сегодня Сети Социальные сети Они пестрят информацию А не только соцсети Пожалуйста И издания большие В том числе и коммерсанты Ведомисти опубликовали Фоторепортажи И видеорепортажи Ну тут надо говорить Что действительно Реформа пенсионной системы Она реально Реально назрела Но то Каким способом Эту пенсионную реформу Пытается осуществить власть Я с этим Ну тоже По большому счету Категорически не согласен То есть во-первых Сейчас обсуждается Только Некое повышение Пенсионного возраста Но я думаю Что это кардинальный вопрос Как бы не решит И систему не изменит А про накопительную Так скажем Часть пенсии Про реформу Ну условно Добровольных накоплений На пенсию Пока Совершенно нет Никаких разговоров Нет никаких проектов А это надо Так либо иначе обсуждать Потому что Само просто Поднятие пенсионного возраста Вопрос не решит Ну цвет Представь То есть Условно говоря Кем будут работать Люди Так скажем Которые занимались Тяжелым трудом На протяжении всей своей жизни Кем они будут работать Там в 55 Ну в 60 В 65 лет То есть Тем более А подумай еще о молодежи Тут же тоже Такой вопрос возникает Ну представь То есть Твоя дочь Закончит Престижный институт Пойдет Средства массовой информации Приходит на работу А там я сижу А там сидят 60-летние 60-летние бабушки 65-летние дедушки Кем она будет работать Нам с тобой недалеко Кстати до этого возраста Да Я думаю что нам недалеко Я думаю что даже По фотографиям Которые в соцсетях Видно что молодежь Она может быть даже Подсознательно Эту проблему чувствует Потому что мир меняется То есть Это по фотографиям С митингов Там было много Много-много-много Молодежи И они Мне кажется Они просто подсознательно Чувствуют Что если они Не будут что-то Предпринимать На сегодняшний момент То может так случиться Что им придется жить В эпоху Так скажем Перемен Кардинальных изменений Тяжелых А это как бы Как говорят Китайцы Никому не пожелал бы Жить в эпоху перемен Прерывем сейчас На полминуты И продолжим обсуждать Пенсионную реформу И то как она проводится С Константином Кропаневым Это его особое мнение Вы слушаете Особое мнение На 101FM Да Это действительно Программа Особое мнение Своё особое мнение Высказывает Константин Кропанев Сегодня Исполнительный Директор компании АЖА Активист движения Киров Меняется Итак Мы говорим О пенсионной реформе О том Что в минувшие выходные Прошли митинги Конкретно вчера В день Единый день голосования В Москве В Питере Были достаточно Жёсткие задержания С дубинками Со всеми Сопутствующими вещами И действительно Ты отметила Что было много Молодых людей И в этот раз 9 числа Я бы не сказала Наверное Может быть Ты это почувствовала Но я это не увидела Как это было весной Что молодёжь На улице Выводил там Навальный Или кто-то типа Навального Вовсе нет Выходили люди Разные Совершенно И разные люди И разные организации Подавали заявки Но ты считаешь Что молодёжь Уже сама Способна принимать решения И перспективы Которые они видят Представленные им государством Не нравятся Возможно Они не готовы Принимать Каких-то правильных Разумных Объективных решения Но скорее всего Это некое такое Подсознательное движение Что они чувствуют Что так Если будет продолжаться Всё в этом же русле То есть непонятно К чему это приведёт Ну Многие говорят О референдуме Который требуется провести Для принятия пенсионной реформы Заявляют Что необходимо Спросить граждан О том Проводить её Эту реформу Или не проводить Единая Россия Считает Что проводить её Не нужно Единая Россия Это большинство Во всех возможных У нас Органах власти И как она Посчитает Нужно принять это решение Так и будет Однако Мы видим Также ещё Интересные истории На федеральных каналах Больших Центральных каналах Где Голоса Пропаганды Так скажем Государственная пропаганда Говорят о том Что нигде в мире Киселёв Кстати об этом говорит Нигде в мире Референдумы Не проводятся По пенсионной реформе Да Но и тут же Легко найти Легко найти В том же интернете Данные о том Как в Европе Референдумы По пенсионной реформе С 50-х годов Проводятся И даже в 17-м году Проводились Не так давно И в 16-м году И ведущие страны По высокому уровню Жизни пенсионеров В Швейцарии Они проводят референдумы И даже эти референдумы Показывают результаты Отрицательные Негативные отношения К повышению возраста Даже на один год Как ты думаешь Не слишком ли Высокое это давление На общество Не слишком ли Не слишком ли Такие Не знаю как назвать Эти инструменты Применяются к обществу Для того чтобы Принять эту реформу Не слишком ли Жесткие инструменты Применяются Так скажем К сожалению Я думаю что Референдум Для России Тоже не выход Потому что Как мы знаем Если будет поставлена Задача Сверху Провести референдум С определенными результатами То с такими результатами Референдум И будет Произведен Тут все же Существует Много различных Пиар технологий Тут правильно Сформулированы Вопросы На самом референдуме Да Как будут поставлены Правильно С точки зрения Так скажем Органов Власти Поставлены Вопросы Могут Тут Мне кажется Нужно Больше Просто Некого На данном этапе Требуется Каких-то Эксперт Не то что Экспертных Мнений Экспертных Обсуждений По большому счету Нам никаких Альтернативных Вариантов Не было Предложено Не было Никаких Расчетов Но у нас Все же Есть какая-то Относительно Сильная Экономическая Школа В России Есть какие-то Независимые Экономисты Которые Могли бы Попробовать Рассчитать Какие-то Другие Варианты Или Другие Сценарии Развития Ситуации Потому что Сейчас Данное решение Принимается Исходя из Текущей Ситуации В том числе На рынке Труда Но к сожалению С каждым годом Количество Лишних людей В стране Оно будет Расти То есть Это в первую Очередь Связано С ростом Информационных Технологий С помощью Работодизации И я думаю Что там Любая актуальность Работы До 60 Или до 65 Лет Через 10-15 лет Может просто Потеряться То есть Это будет И не нужно И Просто такой работы Не будет Как таковой Это Константин Кропенев Его особое мнение Вы слушаете На фоне всего этого Плюс еще Усугубляющиеся Международные ситуации Я про санкции Конечно Сейчас имею ввиду Рубль продолжает Чувствовать себя Неуверенно Мы видим его Такой Микро Мини И так далее Но Поступательное Снижение И даже Эксперты Некоторые Весной Мы ожидали Что в августе Месяце Будет серьезный Обвал Был скачок Серьезный Вниз Достаточно Серьезный Но Скачок Наверное Больше Которому Мы привыкли Хотя За сколько лет За последние Сколько лет Минимального Значения Достиг Рубль Минимального Мы еще Не достигли То есть В моменте Три года назад Доллар Столил дороже Чем сейчас Но Опять же Если мы Смотрим Допустим С начала Года То Рост Доллара По отношению К рублю Составил 20% А буквально Запас 20% Если мы Будем сравнить В январе 2018 года Доллар Столил 58 Сейчас он Стоит практически 70 рублей То есть Это 20% Рост И я Слышала Ну просто Мы с тобой Вместе были На бизнес форуме Так держать Который Прошел С четверга По субботу Прошедшее И там Очень много Было конечно Бизнесменов И в кофебрейках Все все обсуждали И в том числе Обсуждали то Что доллар И следовало покупать И следует покупать До сих пор Я сделала вывод Для себя практически Что Цена на валюту Будет расти Тут Сложилась Такая немножко Как бы Странная ситуация Что Если мы Будем Оценивать Курс доллара По отношению К рублю С каких-то Фундаментальных показателей Это в первую очередь С точки зрения Цены Текущей цены На нефть То доллар Стоит Чересчур Дорога То есть При текущей цене На нефть Доллар Стоит Должен Стоить 60 рублей И ниже Это нам Говорит только Об одном Что цена на нефть Уже никак не влияет На доллар А влияют Другие факторы Да И самое то Тут Такое Сложное Это то Что Сейчас какие-то Разнонаправленные факторы Работают С одной стороны Фундаментальная цена На доллары На ниже С другой стороны Три противоположных фактора Это да Действительно Какие-то ожидаемые Санкции И самая страшная Санкция Которые ожидают Это все же Запрет Крупнейшим Девяти банкам Российским Работать С долларом Я конечно Считаю Что вероятность Наступления Таких вот Именно санкций В отношении Госбанков Она крайне минимальна Но по крайней мере Такие обсуждения В Сенате США Как бы идут И не только В Сенате США Мы слышим заявления И из высокопоставленных Кабинетов В России Что вот с этой стороной Будем расплачиваться В национальной валюте Вот с этой будем расплачиваться Ну это больше Как бы Такие разговоры То есть мы можем Так либо иначе С кем-то рассчитаться В национальных валютах Я думаю Что эти расчеты Они идут Но это Это больше разговоры То есть объем В глобальной экономике В глобальной экономике Это невозможно И даже в экономике России Это ни на что Как бы не влияет И второй такой момент Очень интересный Мы попали В некую такую Ловушку Что Некоторое время назад Минфин Принял так называемое Бюджетное правило То есть Когда цена на нефть Растет Соответственно Больше поступает В бюджет Наших доходов То есть Доходы от продажи Нефти Вот за первые полгода Они выросли Больше чем на 30% По сравнению С прошлым годом И соответственно Вот эти деньги Они изымаются Из экономики И на эти деньги Минфин покупает Доллары Покупает доллары То есть он уже буквально Там за мае и июнь Было куплено долларов Практически на 1 триллион рублей То есть Ну сумма огромная То есть как бы И ожидается Что до конца года Минфин еще купит Там на 1,5 триллиона рублей То есть это вот 2,5 триллиона Пойдут на доллары То есть эти деньги попадают В фонд национального богосостояния Но так ли Если Американский сенат Примет решение О запрете Нашим банкам Крупнейшим Работать с валютой Куда денутся Все эти доллары Я тоже не понимаю Но во-первых Я повторяю Что я вот именно Такой сценарий Считаю крайне Маловероятным Зачем покупает Минфин доллары Ну в первую очередь Они боятся Что Сенат США Примет санкции В отношении Нового госдолга России То есть соответственно Нерезиденты будут продавать АФЗшки Будут выходить из АФЗшки АФЗшки На рынке То есть возможно Минфин будет Выкупать эти АФЗшки За доллары За доллары И отдавать Иностранцам доллары Ну что в принципе Есть определенную логику Подожди Свет Я просто тебе Про бюджетные правила Дорасскажу То есть такая штука Получается Что раньше Когда цена на нефть Падала Доллар рос То есть Ну вроде было бы Объяснимо А сейчас получается Что когда цена на нефть Падает Доллар растет И когда цена на нефть Растет Доллар опять растет Опять же из этого Из этого Так скажем Пресловутого Бюджетного правила То есть мы сами Мы сами Государство Российское Мы сами создали Такую Интересную ситуацию Но опять же Если мы смотрим На какой-то период Там 3-4 года Ну вот Сегодня я читал Свежие данные Минфин планирует Среднюю цену На доллар На ближайшие Три года На уровне 64 долларов За 64 рублей За доллар Поэтому давать Однозначного Совет Покупать Или продавать Валюту Я не готов Тут все очень Индивидуально Тут надо понимать Про какие суммы Идет речь Какой у вас Длительный Инвестиционный Горизон Кому-то это Возможно Действительно Стоит делать И как я Всегда и раньше Говорил Что если мы Горим про Какие-то Долгосрочные Накопления Просто обязательно Часть накоплений Держать в Иностранной валюте Ну то есть Турбулентность Высокая Политический Фактор Слишком высок В давлении На цену На валюту И Те кто обладает Какими-то спекулятивными Способностями И азартом Те работают Сейчас с валютой На краткосрочные Дистанции А на долгосрочную Дистанцию Загадывать Все-таки Мне кажется Тяжеловато Загадывать Да Тяжеловато Но с другой стороны Тут опять же Доллар В портфеле Держать нужно Просто надо смотреть Какой-то объем долларов Либо это 100% ваших активов Все в иностранной валюте Либо это 10% ваших активов В иностранной валюте Константин Кропенев Это его особое мнение Мы слушаем Еще по экономике Мы должны поговорить О ключевой ставке Непременно нужно сказать Вот У меня есть такое ощущение Что в начале года Когда обсуждалась Ключевая ставка Говорили о том Что она будет постепенно снижаться Благодаря чему Будут снижаться Ставки по ипотеке Это снова Возбудит И оживит Рынок недвижимости И вот Прошло Чуть больше полугода И мы видим Обратную ситуацию Эксперты ожидают Повышения Ставки Центробанка И они же ожидают Что будут повышаться Также и ипотеки И прочее Как это так На 180 градусов Мы развернулись Ну к сожалению Будущее предсказать Никто не может И действительно В том числе и я Там Когда мы с тобой Общались Полгода или год назад Тоже считал Что ключевая ставка Будет дальше снижаться Да еще не так давно Мы со Сбербанком На эту тему говорили И тоже ожидали Снижения ключевой ставки Ну по крайней мере Я вот на данном моменте Не жду резкого Его повышения Возможно На ближайшем заседании Которое будет 14 сентября Будет Чуть-чуть Чисто психологически Ставка изменена В большую сторону Но это будет чуть-чуть Потому что Все же Вот при текущей цене На нефть Ситуация В России С бюджетом Она довольно хорошая То есть у нас Профицит бюджета У нас есть деньги И у нас много этих денег И в том числе У нас довольно низкий Долг Перед Так скажем Как у государства Да Но мы видим Куда эти деньги Сейчас припасаются Для чего они припасаются Вовсе не для того Видимо Чтобы стимулировать Рынок недвижимости А чтобы потом Расплатиться Со сливающими Свои активы Иностранными гражданами Ну на рынке недвижимости Я думаю Что там больше Повлияло Другой фактор Это то Что Как любой бизнес Он развивается Циклично Если допустим 10 лет назад Строили там Одно количество Так скажем Квадратных метров То за 10 лет Объем этого количества Вырос реально В разы В десятки раз То есть Это была модная тема Слишком много На этом рынке Появилось игроков И было Построено Слишком много Недвижимости То есть Те объекты Которые сейчас Уже достроены Которые введены Условно говоря Уже сданы То есть Этой недвижимости Если просто продавать Хватит Не на один год Прервемся на полминуты О рынке недвижимости И В том числе И на локальном уровне Поговорим После короткого перерыва Продолжается программа Особое мнение У микрофона Сегодня работает Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает Константин Кропанев Исполнительный директор Компании Ажу Активист движения Киров меняется Но вот мы сейчас Свяжем две эти вещи Продолжая говорить О рынке недвижимости Видим Что все-таки Ожидаем Что 14 числа Центробанк Ключевую ставку Хоть немного Да повысит И Минстрой Уже фактически Заявил о том Что и ставки по ипотеке Будут все-таки повышены Они все-таки Будут повышены И учитывая Что действительно Рынок строительный Стагнирует Достаточно давно И давно Говорят о том Что переизбыток Жилья на рынке Цены не растут На жилье Строительство Не прекращается Что часть компаний Не справляются С текущей ситуацией И уходят с рынка И это мы видим В том числе По Москве По московским компаниям Когда там Такие огромные компании Но к сожалению Там прекратили Своё существование В Кировской области Есть на данный момент Сохраняется Четыре ключевых игрока У двух из этих игроков Так или иначе Проблема У одного Переизбыток Жилья Действительно У другого Проблема Связана С парком Победы Не знаю Насколько она Серьезно На активах Сказывается На самом деле И на будущем Мы не знаем Нам об этом Не рассказывают Ни сами владельцы Ни их коллеги Но как ты думаешь Вот именно В Кировской области Что такое глобальное Произойдет Возможно ли То что вот Будет переиграна Эта карта Четыре игрока Останется два Например Или один Или вообще Появится новая структура Ну четыре Это имеется в виду ССК Киров спецмонтаж Железный Да Четвертый Это кто Хороший вопрос Мы уже потеряли Четвертого игрока По крайней мере Сходу Он в голову В голову не приходит Да Потому что Потому что Фирма Маяковская Наверное А ну фирма Маяковская Да То есть единственное Что у них может быть Объем Объемы поменьше Чем других Потому что Чепецкая компания Уже практически С рынка Они были четвертым игроком Да То есть Определенные Подвижки происходят Я думаю Что они будут происходить Что будет конкретно С этими игроками Я к сожалению Оценить на данный момент Не готов Не готов Я думаю Что у них все же Есть какой-то определенный Запас прочности И я по крайней мере вижу Общаясь там С кем-то Из предпринимателей Что действительно Многие строители Они просто Уже Кардинальным образом Снизили Объемы Новых Ну закладываемых Новых домов То есть Практически новых домов Сейчас возводится Все меньше и меньше Потому что Спрос Он уменьшается То есть Если Был в последний Там так скажем Год Спрос За счет ипотеки Когда Люди Ну то есть Молодежь Купив сначала Однокомнатные квартиры Там После снижения Ну значительного Снижения ставок По ипотеке Там условно С 15% До 9% Начали переоформлять Ипотечные кредиты Брать двухкомнатные квартиры Там как-то Пытаться Ну какие-то Большие площади Что Да действительно Последний год Был очень Значительный Скачок Ипотечных кредитов В плане того Что была довольно Низкая ставка Но так либо иначе Противноспособность Населения Она за последнее время Снижается И я думаю И в том числе Спрос на ипотеку Скорее по всей видимости Он будет падать И тут может только спасти Какое-то Софинансирование ипотеки На федеральном уровне Я вполне допускаю Что там Через какое-то время Там будет Какая-нибудь Дополнительная программа Запущена на федеральном уровне По софинансированию ипотеки Потому что Строительная отрасль Это одна из ключевых Отраслей экономики То есть Это отрасль Которая тянет за собой Производство Оделочных стройматериалов Производство Ремонтных работ Много Совершенно разных Других отраслей За собой Тянет И так либо иначе По крайней мере Если бы у меня была Возможность На уровне государства Я бы По крайней мере Попробовал бы Удержать ставку Ипотеки На текущем уровне А возможно Даже Сделал бы Какую-то программу Именно по Софинансированию ипотеки Потому что Это деньги Действительно На развитие экономики Да Продолжаем разговор Это особое мнение Константина Кропанева И Остается не так много времени А нужно еще поговорить Поэтому НДС мы оставим На потом Наверное Или ты считаешь Что про НДС сейчас Ну давайте Две фразы Про НДС как бы скажу Напоминаем С 18 до 20 процентов Ставка НДС Поднята Ну я считаю Что видите То поднятие НДС На 2 процента По большому счету Любой нормальный Рыночный бизнес Который работает В конкурентных условиях Он мог бы это Просто-напросто Проглотить То есть Не поднимая Конечную продукцию А вот эти 2 процента Компенсировать За своих Ну и своих Условно говоря Там маржи Там либо Где-то Условно говоря Выстроив Более правильно Свои какие-то Бизнес-процессы Нерыночные Компании Они безусловно Которым компаниям Конкурировать не нужно Они безусловно Поднимут НДС Это приведет К росту цен Но цены Будут расти По-любому Но что же Опять же Будет основным В этом росте цен НДС Либо допустим Цена на бензин Или рост цены на бензин Я допустим Читаю Что рост цены на бензин Он более Так скажем Значительно Повлияет На конечную продукцию Прежде всего Мы говорим Сейчас о магазинах Если говорить Про продукты питания Тем более же На продукты питания НДС Не поднимается А вот рост стоимости Бензина То есть Это очень сильно Повлияет на стоимость Продуктов питания И опять же Возвращаясь К предыдущему вопросу Опять же Рост курса доллара То есть Если мы считаем Что доллар Подорожал на 20% С начала года То По некоторым оценкам Центрального банка То есть Условно говоря 20% Изменения курса доллара Должно привести Как минимум К 4-5% Повышения Конечной цены На товары Да Я это могу Очень хорошо Отслеживать Я это делаю Вернее Отслеживаю По цене На оливковое масло Ты его покупаешь Не так часто И очень хорошо Заметно Как растет Цена на оливковое масло Поэтому я думаю Что цены будут расти Но что В основном Повлияет на Рост цены НДС Либо Опять же Повторяюсь Рост курса доллара Либо Рост цены на бензин Тут Вопросы Совершенно Неоднозначны Да Переходим К нашим городским делам Ну Во-первых Надо сказать Что 23-24 числа Будет урбанистический форум Мы по-прежнему Приглашаем Всех заинтересованных Горожан На этот форум Программа Будет напечатана И на сайте Администрации Города Кирова И во многие СМИ Будет сопровождать Информационно Этот форум В конце сентября Уже Вы можете Сами выбрать На какую сессию Пойти Там будут разбираться Разные проекты Планы городских властей Туда будут Приглашены специалисты Из разных регионов Которые расскажут Как у них Такие планы Реализовывались Можно будет Выслушать Обсудить Внести предложение Ну А ты как Человек Который курирует Проект Реки Кирова Хлыновка И Лёльченко На прошлой неделе И на неделе До Прошлой недели Ты Организовал Вылазку К Лёльченке К руслу Реки Лёльченко Выкладывал Кое-что В группе В фейсбуке Хлыновка И Лёльченко Снимал Запруды Такие Большие Которые Вдоль реки Существуют Пожалуйста Расскажи С какой целью Ты это делал И Как движется Вообще Сам проект Мы традиционно Летом С другими Эктивистами Стараемся Выходить На речку В несколько мест И смотреть В каком состоянии Река В этот раз Мы прошли По Лёльченке Что интересно Мы увидели Во-первых Опять же Повторяюсь У большинства Людей Река Лёльченко Ассоциируется С какой-то Некой Сточной Канавой Что там нет Ни рыбы И вообще Никакой живности Либо еще что-то Но это На удивление Не так То есть Конечно В большинстве мест Где вот Течет как бы Речка Она выглядит Не совсем Эстетично Но есть Интересные места То есть Мы как Как минимум Нашли Три пруда На реке Лёльченке И Проще сказать Каждая пруда Несколько гектар То есть Это 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 Громная Как бы Территория И на этих Территориях Живет рыба То есть Крупная рыба Живет Вот И самое интересное Мы даже Увидели Следы бобров То есть Оказываться На реке Лёльченке То есть Еще Некоторое Время назад То есть Там Эта плотина Была разрушена Но буквально Там Два-три года Назад Там точно Обитала Как бы Семья Семья Бобров Каких-то Огромных Там Сварок Мы не нашли Но Так Либо иначе В нескольких Местах На реке Мы Почувствовали Что есть Какой-то Непонятный Специфический Запах И скорее всего Есть Как попадают Стоки Сливневки Так И Какие-то Выпуски Какие-то Выпуски Да Опять же Тоже Такое Интересное Наблюдение То есть Мы Дошли До Очистных Завода 1 мая И Экологи Сказали Что Находится Вполне В нормальном Удовлетворительном Состоянии Там Из него Вытекает Вполне Нормальная Качественная Вода И По всей Видимости Даже Обслуживается Но Опять же Тут Скорее Не заслуга Завода 1 мая А заслуга Того Что 1 мая К сожалению Сейчас Не очень Хорошо Работает И снижаться Антропогенная Нагрузка На природу И Природа Сама себя Немножко Чистит А по речкам Я хотел Напомнить Что Как раз Сейчас В сентябре Городская Администрация Объявила Конкурс На разработку Концепции Благоустройства Территории Вдоль Реки Хлыновки Так называемый Ежово Озерно Озерно-Родниковый Комплекс Ежовский Озерно-Родниковый Комплекс Это чуть ниже Трифона Монастыря Там действительно Как бы Прекрасное место И его Ну просто Кто там не был Я всем рекомендую Туда съездить Посмотреть Там прекрасные виды И его надо Действительно Как бы Благоустраивать Тем более Получается так Что Некоторая часть Населения Оно видит Что территория Запущена И оно начинает Все больше и больше На этой территории гадить Если вот Светлана Помнишь Мы там были С большой Группой Выезжали С представителями Городминистрации Буквально Да Я там был Месяц назад Там было все чисто Я был вчера И там Опять Там привезли Строительный мусор Вывалили То есть Устроили свалку Привезли Колеса Условно Старые покрышки Машин И По некоторым фоткам Правда Я их не увидел То есть Просто другие Экологи говорили Что там в том числе Даже есть свалка Люминосетных ламп То есть Раз территория Не Так скажем Никак не ухаживается Не благораживается Не контролируется Соответственно Начинают ее Превращать в свалку И получается так Что если Кардинально Быстро эту ситуацию Не изменить То сейчас Там пока Визуально Вывалено Две-три машины Мусора То есть Желающих Так скажем Сэкономить На вывозке Мусора Я думаю Что в Кирове Достаточно И там Могут устроить На самом деле Огромнейшую Нестанционированную Свалку Мусора То есть Это вопрос Каким-то образом Все же Терруправление Должно решить А это Первомайское Терруправление Да Это Первомайский район Да Это Первомайский район Первомайский район Ну Можно только сказать Что вот Завтра будет Очередная рабочая группа По урбанистическому форуму А в конце сентября По проекту Киров меняется И то и другое направление Курируют главы города Елена Ковалева И Илья Шульгин Мы всю эту информацию Конечно же Прямо на этих группах Будем излагать И будем просить Что были приняты меры Вот И информировать Конечно же Наших слушателей Спасибо за участие В программе Константину Кропневу Это его особое мнение Вы сегодня слушали Программа Вела Светлана Занько Всем хорошего дня До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok